Давайте для начала вспомним, что такое past simple и что такое past continuous. Past simple – прошедшее время. Оно используется, если событие произошло в определенное время в прошлом и не продолжается в настоящем. Часто в past simple используют такие слова, как ago, five days ago, пять дней назад, last, last year, в прошлом году, yesterday, вчера, in, in, 1980, в 1980 году и так далее. Past simple указывает на простое действие в прошлом, регулярное или повторяющееся действие в прошлом и перечисление последующих действий в прошлом. Например, She went to the store this afternoon. They called the police. Past continuous – это какое время? Прошедшее длительное время в английском языке – это время используется для описания действий в процессе, которое происходило в прошлом в определенное время. Время определяется либо обстоятельством времени, yesterday, last year, an hour ago и так далее, либо другим действием в прошлом. Начало и конец действий не имеют значения, они неизвестны. Важно только то, что действие находится в процессе, то есть длится, продолжается. Например, An hour ago I was watching TV. Час назад я смотрел телевизор. То есть час назад я еще был в процессе просмотра телепрограммы. Я еще не закончил смотреть, а значит действие длилось, находилось в процессе. Здесь время действия определено с помощью обстоятельства времени. Час назад. When she came, we were playing football. Когда она пришла, мы играли в футбол. То есть, когда она пришла, мы были в процессе игры футбола. Мы играли в момент ее прихода. Здесь время действия определено другим действием. Она пришла. Образуется past continuous с помощью глаголов. Форма глагола to be, was where, и инговые окончания формы смыслового глагола. I was eating, he was eating, she was eating, it was eating. Во множественном числе, we were eating, you were eating, and they were eating. Отрицательная форма. I wasn't eating, he wasn't eating, she wasn't eating, it wasn't eating. Или же we weren't eating, you weren't eating, they weren't eating. Вопросительная форма, если специально вопроса нету, вопросительного слова, то начинается с глагола was или where. Так, теперь посмотрите на данное упражнение. Первое. Which verb form do we use for actions that happened immediately one after the one in the past? Which verb form do we use for an action that happened at a specific time in the past? Which verb form do we use for an action that was in progress at a certain time in the past? Which verb form do we use for an action that gives background information? Also, to simulate action in the past, which were in progress. An action which was in progress when another action interrupted it. То есть, здесь подчеркнутые есть в тексте глаголы, вам нужно определить, то есть, здесь, что соответствует, например, первое. We reached the hotel at 11.30 yesterday morning. Вот здесь вот выделенный глагол reached. Это какое действие из перечисленных вот слева? A, B, C, D, E, F. Какое подходит по смыслу? Далее. The sun was shining brightly at the same time and we were really excited to be here, there, so we dropped off our bags and went straight to the water park. Здесь тоже определяете, вот, выделенные глаголы, какими действиями они являются, да? Ну, определение их. Далее. Второе, exercise number two. Put the verbs into brackets, into the past, in brackets, into the past simple or the past continuous. То есть, глаголы надо раскрыть вам скобки и там глаголы поставить либо в past simple, либо в past continuous. Это уже по смыслу. Вот так вот переписывайте в тетрадь все эти предложения, да? Диалог весь. Next task. Exercise number three. Use the time adverbs to make sentences about yourself and your friends. Нужно вам использовать временные наречия для того, чтобы составить предложения о себе и о своих друзьях. Например, Yesterday, last month, in twenty, fifteen, when, while, last, today, two days ago. Используя эти слова, напишите предложение. Теперь past habits, used to, would. Read the theory, in which sentences can you write would instead of used to. Прочитайте теорию, в каких предложениях вы можете написать would вместо used to. Would and used to can be used to talk about past habits and repeated past actions. Would and used to могут использоваться для того, чтобы говорить о прошедших привычках и повторяющихся действиях в прошлом, да? As a child, I used to go to the seaside every year. As a child, I would go to seaside every year. Note, also I went. Used to can also be used to talk about past states. I used to love it. But now I prefer sightseeing holidays. Первое предложение у нас было, когда я, будучи ребенком, да? As a child, я имел привычку ходить каждый день, каждый год на побережье, да? Ездить на побережье или так далее. Used to также может использоваться для того, чтобы говорить о подтверждениях, да? О состояниях прошедших. Так, например. I used to love it. Раньше я это любил. But now I prefer sightseeing holidays. Но сейчас я люблю каникулы, где можешь смотреть достопримечательности. Not I would love it. То есть здесь не можем использовать I would love it. Would глагол, да? Но I went to Almaty last week. Note. Not I used to go. Would go. Если в прошедшем времени говорите, то там нельзя, да? I used to. Это уже действие, которое произошло в прошлом и не продолжается сейчас, да? Это чисто past simple. Например, used to и would – это говорят о привычках, именно о привычках, которые у вас были в прошлом. Например, I used to write a lot, yes, before. Я раньше очень много у меня, ну, как писал. Вот. Можете вот такие предложения рассматривать. Теперь давайте выполним упражнение, которое снизу дается. Be complete with used to and would. I used to visit my aunt in the countryside every summer. Или I would visit my aunt in the countryside every summer. Нурлубек used to have long hair, but now she has short hair. То есть, у Нурлубека волосы ранее были длинные. Раньше у него волосы были длинные, а сейчас короткие. Дальше сами продолжите. Next task. Ok. Have a nice day. Goodbye.